Улицу Байтурсынова в Шымкенте расширять не будет. Такое неожиданное решение градоначальник Габидулла Абдрахимов мотивировал необходимостью сохранить огромное количество деревьев, растущих вдоль проезжей части. По официальным данным, здоровых и крепких деревьев вдоль улицы Байтурсынова около 900. Помимо деревьев, оживленную улицу украшают многочисленные кустарники. Учитывая пожелания горожан, мы приняли решение не расширять улицу Байтурсынова. Ее решено капитально отремонтировать. Подрядчики построят новые тротуары, велодорожки и правые съезды. То же самое касается улицы Адербекова. Руководство Шымкента больше не пойдет на поводу у недовольных пробками автовладельцев. Градоначальник уверен, что ничего страшного не произойдет, если человек раньше на полчаса выйдет из дома. Раздражаться не будет из-за пробок, воздухом подышит, не будет искать парковку и тратиться на бензин, отметил Аким Шымкента. Там, где стоят большие деревья зеленые, стоит тень, мы их трогать не будем. Байтурсынова как есть, она так и останется. Просто мы отремонтируем ее, лучше добавим там широкие тротуары и велодорожки. И я хочу тем автолюбителям, которые будут завтра кричать, там истерику, да, закатывать, что у нас в пробке и так далее. Если кому-то не нравятся пробки, пусть ходят пешком. Или на велосипеде. Ничего страшного. За полчаса раньше выйдет из дома, прокатнется свежим ветерком, с хорошим настроением. Для решения транспортных проблем по всей длине улицы будут построены заездные или остановочные карманы, которые обеспечат непрерывность транспортного потока во время остановки общественных автобусов. Повышенное внимание в Шымкенте будет уделяться пешеходным зонам. На той же улице Байтурсынова будут расширены тротуары за счет сноса незаконных строений на красной линии. Чем отличается город от деревни? Город от деревни отличается эстетикой. Нужно делать красивые пешеходные зоны, озеленять город, заниматься его дизайном, а никак не расширять дороги без необходимости. В этом году в Шымкенте отремонтируют 225 улиц. Самое большое количество 105 улиц приведут в порядок в Абайском районе. В Альфа-Арабийском отремонтируют 16 улиц, Вимбекшинском – 46, Каратауском – 58. На строительство и ремонт городских дорог будет выделено почти 14 миллиардов тенге. Работы начнутся в апреле. В 2017 году в эксплуатацию будут сданы сразу несколько объектов. Речь идет о реконструкции таких улиц, как Мумушилы от улицы Сулейменова до улицы Кожанова, Альфа-Арабий, Кожанова, Аркембекова, сдач подземного пешеходного перехода на перекрестки Тамерландского шоссе и улицы Мангельзина. Помимо этого, готовится проектно-смертная документация на ряд важных для развития дорожной инфраструктуры проектов. В этом числе реконструкция автомоста через реку Бадам, капитальный ремонт улиц в микрорайонах Ахжаих, Хайпасадин, Нуртас, Тассай, Азад, Достык, Казгур, Сауле, Жайляу, Энтымах и Бадам. Аким Шимкента отдал распоряжение о незамедлительном начале строительства автодороги по улице Сыпрыганата, которая связывает Самал и микрорайон Тельман. Глава города также поручил как можно быстрее закончить ремонт проспекта Таукихана. Это принципиальный проект, лицо города, подчеркнул Аким Шимкента. Поэтому должно быть учтено все. Обустройство лотков и бордюров, создание зеленых полос, установка решеток вокруг деревьев. Бахром Абдулаев, Бауржан Жусипов, Дельшат Адашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.